Каждый год Кубань бьет собственные рекорды по сбору урожая. Больше, чем в Краснодарском крае, пшеницы никто не собирает. Но почему же тогда прилавки местных магазинов сегодня не заполоняет собственный выпеченный хлеб? Кирпичики завозят из соседних регионов своей же продукции 80%. Ответы на этот вопрос Вениамин Кондратьев ищет на краевой планерке. Это хлебобулочные изделия. Мы номер один регион, который сегодня пшеничку выращивает. И максимально 100% мы можем сегодня обеспечить сами себя уж хлебобулочными изделиями. Это же смешно, когда с соседнего региона завозятся хлеб и хлебобулочные изделия. А в чем причина? Кто может ответить? Булка хлеба имеет вес. Ростов завозит, допустим, булку хлеба 400 грамм, а у них пекарня выпекает булку хлеба 500 грамм. Получается, что хлеб дороже, чем тот, который привозят с Ростова 70 километров. Рынок есть рынок. Давайте все крутиться. И ваша задача тоже в этом случае обеспечить так, чтобы на наших прилавках был наш кубанский хлеб. Коллеги, ну это уже до абсурда доходим, если на наших прилавках не кубанский хлеб. Если мы сегодня поддерживаем торговые сети или даже какого-то конкретного реализатора, то пусть он поддержит в первую очередь нашу региональную экономику. Путем реализации продукции, в первую очередь, той, которая производится на территории нашего края. Овощи и фрукты, выращенные в крае, продают по всей стране. Однако на кубанских прилавках они занимают чуть больше половины. Еще меньше кубанского молока и растительного масла. Но куда критичнее ситуация с мясом птицы. Его доля в магазинах лишь 30%. Эту нишу под силу занять местным фермерам, говорит губернатор своему заместителю по АПК Андрею Коробке. Андрей Николаевич, фермеры многие поднимают просто и личные подсобные хозяйства. Ниша, ниша, нишу занять 70%. Для меня это вот та емкость, которую мы можем заполнить. Но это грех, если это Кубань, Кубань ест не нашу кубанскую птицу, утку, курей и тому подобное. О чем мы говорим? Доля нашего продукта составляет 30%. Но это не говорит о том, что рынок... Слушай, я про это и говорю. Это та емкость, которая потенциально может быть нашей. А если вы до сих пор не понимаете, о чем я говорю, тогда я вообще не понимаю, о чем вы здесь сидите. Вы персонально отвечаете за то, чтобы этот процент был увеличен. Как минимум в два раза. Как минимум. Самый верный способ найти кубанские продукты отправится на ярмарку выходного дня. Место, где продают только то, что вырастили и произвели в Краснодарском крае. Ежемесячно продукцию здесь реализуют 35,5 тысяч фермеров. Но, как оказалось, организовали их не во всех муниципалитетах. Так, например, ярмарки для сельхозпроизводителей до сих пор нет в Тбилисском районе. Там предлагают аграриям занять прилавки на местном рынке. У вас рынок муниципальный или частный? Частный. Но тогда, по большому счету, кто-то не хочет, чтобы у него была конкуренция в виде обычной ярмарки. Вот и все. Вот здесь ответ. На территории рынка никаких ярмарок быть не может. Еще раз подчеркиваю, это отдельная ярмарка с кубанским колоритом, духом и нашей региональной продукцией. Попробовать местные продукты для многих туристов такая же цель, как и искупаться в море, говорит глава региона. Однако в разгар курортного сезона отдыхающие жаловались, что в магазинах было невозможно найти свежую кубанскую продукцию. Ситуация ни в коем случае не должна повториться, поручает Вениамин Кондратьев. И работу над ошибками начинать нужно уже сейчас. Ищите вот те механизмы, которые позволят нам вместе с магазинами, торговыми сетями найти оптимальное решение. Это смешно, когда на Кубане будут торговать не кубанскими овощами, а фруктами, молочкой, единственное маслом растительным и хлебобулочными изделиями. Коллеги, ну это позор просто. Вы сегодня должны как-то никогда бить себя в грудь и стены разбивать, для того, чтобы продвинуть продукцию нашу кубанскую на торговый пол. Сделано на Кубане – это известный во всей стране бренд. Он означает высокое качество. Уже весной им будут промаркированы все продукты, произведенные в Краснодарском крае. И для них должны быть отдельные большие стеллажи во всех магазинах, считает Вениамин Кондратьев. И в первую очередь в магазинах Кубани. Мария Крошина, Денис Перец и Денис Москаленко, Кубань, 24, Краснодар.